Сон, пастящийся в Рамазан, полностью отличается от обычного режима питания. В этот месяц больше внимания необходимо уделять сбалансированному и качественному питанию. Специалисты утверждают, что при правильном подходе к приёму пищи до восхода солнца удаётся поддерживать как водный, так и энергетический баланс в течение дня, не чувствуя при этом усталости и слабости. На сухур необходимо готовить блюда с содержанием белков, углеводов и жиров. После сухуры лучше не спать 30-40 минут, а также не следует в это время употреблять кофеин. Поскольку Рамазан сейчас совпадает с весенним сезоном, во время поста голод и жажда ощущается больше. Поэтому лучше отдавать предпочтение продуктам, содержащим много жидкости, особенно во время ифтара. Каждый день пост прекращается приёмом нескольких стаканов воды, после чего нужно съесть финики, оливки, овощной салат и зелень. Через 15-20 минут можно приступить к приёму основных блюд. Сладости на ифтар принято есть через пару часов после еды. Но как соблюдать правила, постящиеся и правильно ли они питаются? Пост открывать надо водой, хурмой, затем употреблять низкокалорийную еду. Фрукты надо есть, потом употреблять пищу, в составе которой есть достаточной жидкости. Недостаточное потребление пищи оказывает негативное влияние на организм. Временное голодание порой подходит не всем. Когда пожилые люди голодают, они становятся обессиленными. Есть больные люди, которым врачи рекомендуют в течение дня принимать лекарства. Им нельзя не есть. Также если человек собрался в долгую поездку и несколько дней будет в пути, в это время он не постится. Однако после рамазана он должен держать пост взамен пропущенных дней. Прогулки на свежем воздухе после юфтара помогают пищеварению и ускоряют обмен веществ. Помимо этого также следует высыпаться. Федан Бабаева, Эльчин Тагиев, Заур Байрамов, Новости АС-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова